сейчас происходят панические атаки я так понимаю мысль вызывает паническую атаку вот сегодня как раз эфир я буду объяснять как это происходит какие там бывают моменты и и как с этим работать с чем именно нужно работать вот как раз вы сегодня попали вот у нас мы приобрели уже доску и вот на ней я буду разлаживать как происходит паническая атака и вот замкнута цикл этой панической атаки и как как рвать вот эту цепочку как бы вот сегодня буду хорошо разлаживать и вы поймете как это работает и поймете что с этим делать что делать с панической атакой и расскажу как это было у меня с чего начиналось и куда я уже скатился на этих панических атаках как бы до какого уже такого момента скатился у меня потом происходило вот получается ты сам у себя как бы вызываешь паническую атаку вот только ты подумал что тебе сейчас вот станет вот так вот такое состояние как оно было это мгновенно становится вот у меня так происходило только про это подумав и тебе сразу бах вот тебя как бы либо несет либо плохо становится вот она работает по-разному страх сразу по ней паническая атака это когда те страх гонит вверх у тебя как бы волна живота и тебя она вонит вверх вот это была первая паническая атака она как бы не была такой стремительной но потом очень хочется услышать ваш опыт да сегодня буду рассказывать буду рисовать вот еще подождем чтобы больше людей под присоединилась присоединилась к нашему эфиру и тогда начну рассказывать как и что происходит и что про что при этом происходит в организме под корчу и вот весь этот цикл панической атаки сегодня вот именно у меня пришла идея именно вот это разобрать потому что появилась доска и поэтому и поэтому есть возможность вам уже именно предметно на предметно на схемах показать как это происходит и объяснить в какой момент чем работать вот вы поймете и тогда и тогда будете работать потому что я смотрю многие из вас они применяют некие приемы не в том моменте понимаете многие вот как бы кто у меня спрашивают они начинают дистанцироваться от тревоги именно еще на уровне вот этих как бы панические атаки потом они посаживаются и происходят просто вспышки такие волновые вспышки тревожности она бывает резко усиливается и и человек пытается от нее там что-то переключиться но я рассказывал рассказывал если внимательно смотреть то я говорил дистанцирование от тревоги это уже это пятишести бальная тревога когда у тебя получается такой момент тревога от тревоги вот тогда она у тебя постоянно и вот тогда уже с ней работаешь на всплесках на всплесках вот такие 8 баллов 10 но если мы возьмем по десятибалльной шкале по десятибалльной шкале так число же зрителей просмотра так принципе можно уже начинать тогда 11 человек вы подписывайтесь нажимаете обязательно подписаться потому что youtube сейчас начал отписывать людей вообще без их ведома как говорится слава смотрю что-то в экране не вся доска стоит вот так скажите пожалуйста доска хорошо уже видно я все сделал а там не сейчас весь сейчас вернется все вот вот смотрите сейчас я вам объясню как это происходит ситуация 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 вот она называется триггер она потом впоследствии становится триггером то есть это место либо проявление в теле которая у вас будет запускать паническую атаку после ситуации появляется мысль после мысли вот происходит ситуация мысль и это развивается до того разгоняется до такой скорости что у меня уже на каком-то этапе это происходило просто мгновенно это происходило мгновенно вот ситуация мысль после мысли всегда идет эмоция эмоция это будет при панической атаке страх страх это эмоция то есть пишем эмоция эмоция ну напишем напишем так эмоция в данном моменте это страх ну страх будет он везде сопровождать страх эмоция страх любая эмоция она отражается в теле в теле вот вот этими проявлениями которые называются психосоматика так страх эмоция отражение в теле неудобно писать немного но стараюсь давно уже не писал отражение отражение в теле это вот будут болевые ощущения в теле вот это может сжатость болевое ощущение скованность ну а на на когда на начальном этапе вот это сильно не ощущаешь отражение в теле особо не ощущаешь потому что это тоже идет такой накопительный процесс когда твои мышцы находятся постоянно в спазмировании то есть что есть страх страх это наше мышечное напряжение нас наш мозг готовится к действиям то есть у нас опасность поэтому в начале вы можете не особо вот этих болевых ощущений ощущать неких болевых ощущений в теле потому что еще мышцы не уставшие и вот болевые ощущения они не очень чувствуются они начнут чувствоваться потом попозже когда мы уже попадаем в такой систематический стресс дальше что происходит дальше у вас включается рефлексорный мозг это рефлексорный мозг это мозг нашего поведения рефлекс то есть рефлекс это поведение и получаем мы что получаем включается поведение и что мы делаем избегание 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 мы избегаем нас немножко пускает и ты делаешь произвольное умозаключение я спасся я на меня убежал от смерти вот возвращаясь снова к мысли я спас себя на меня вот замкнутый цикл работы как панической атаки так и тревоги так что делать я бы разделил со своего видения как было у меня у меня панические атаки сначала они происходят нерегулярные как бы и и не такие быстротечные немгновенные скорее бы я сказал так у меня произошла первая атака паническая атака я четко помню вот сейчас помню как сейчас вот разбуди ночью как говорят и я расскажу как она происходила было лето жарко было я был на улице много народа на рынке там за вещами какими-то ездил и я был один без семьи мне что-то нужно было купить и у меня в районе живота зарождается некая волна и эта волна меня начинает гнать наверх с повышением этой волны у меня одновременно параллельно накатывал на меня страх на меня накатывал страх тебя вот так захватывает вот дыхание захватывает волна такая гонит тебя и ощущение что вот-вот вот-вот сейчас ты упадешь что-то страшное с тобой случится я сразу понимал не понимал но на подсознании я понимаю что это был страх смерти и ты конечно что происходит ты на этом фиксируешься вот она меня держала держала потом тучка нашла как бы солнышко спряталась пошел мелкий дождик и меня стал отпускать но на первой панической атаке я не начинал метаться я просто как бы на страхе думал что со мной происходит и что мне сейчас вот плохо станет вот эти мысли станет плохо что со мной что-то страшное произойдет вот так у меня происходила первая атака паническая атака что делает человек хорошо если человек не циклится на первой своей панической атаке то бишь он ее не берет во внимание вот с ним что-то произошло его отпустило но он там дальше своими делами занимается но если ты зациклился то есть сфокусировался вот на на этой ситуации на которой которая с тобой произошла ты зафиксировался тебе стало страшно происходит такой момент первое что я привязал это к солнцу было наверное градусов 30 жары и я привязал это к тому что мне стало так плохо от солнца вот что произошло а было лето и получается каждый день практически солнце и приходится и тебе приходится выходить на улицу и уже когда я выходил у тебя у тебя автоматически получалось солнце это ситуация вот она ситуация приходила мысль что сейчас снова станет плохо все появлялся страх тут же все начинал начинала эта волна снова по-моему эта волна была снова меня гнать все меня снова начинало гнать и я уже начинал делать поведенческое избегание поведение я начинал уже как бы раз куда то что то дергаться начинать избегать этой ситуации и вот когда ты сбегаешь все ты фиксируешь тебя отпускает и вот ты попадаешь в такой вот цикл вот в такой цикл попадаешь вот еще есть название замкнутый круг тревожности книжка такая не кормите обезьяну замкнутый круг тревожности дальше это развивается до такой степени я тогда еще КПТ не знал поэтому я от мысли отделиться не мог я не знал что такое вообще там надо чего то от чего то там отделяться я без понятия был и эти панические атаки атаки доходят до до такого уже момента у тебя это происходит происходит уже уже не от ситуации например как триггер солнца а оно уже и сам себе запускаешь ты получается в постоянном ожидании вот этой панической атаки и доходит уже до такого момента я только думал мне сейчас станет вот так плохо что вот сейчас снова будут меня гнать и здесь у меня мгновенно все сразу накрывало и все и ты попадаешь в такую вот постоянную ловушку ты начинаешь как бы бояться бояться вот этого состояния но это состояние и есть ты сам то есть ты начинаешь в принципе бояться сам себя точно как потом происходит это человек боится своих мыслей вот точно такая ситуация получается все ты попадаешь в такую ловушку постоянного запугивания себя вот постоянно идет провоцирование вот этой панической атаки ты ее как бы сам себя запускаешь и она настолько мгновенно вот идет что настолько быстро что возможно ты уже даже мысль эту не фиксируешь она мгновенно проходит и у тебя вот этот вот этот круговой процесс который происходит с тобой он очень быстро мгновенно происходит но то которую ты ошибку делаешь ты постоянно этого избегаешь я потом как я рассказывал по ночам когда меня панические атаки вырывали я бегал в ванну мыл и жена у меня определяла когда вот все у меня погнала паническая атака когда я был дома у меня зрачки увеличивались она уже по моим зрачкам когда на меня смотрела она понимала что все вот меня понесло то есть у меня страх был в глазах тогда сильный страх поэтому поэтому смотрите что делать при панических атаках при панических стремительных атаках все что мы можем сделать это верно это менять поведение поведение то есть паническую атаку не избегать сейчас объясню почему при избегании при панической атаке мозг фиксирует вот это все что с нами происходит как опасность потому что мы от этого убегаем в мозгу закрепляется как опасность и вот этот заколдованный круг тогда он бесконечный ты постоянно вот этом кружочки крутишься чтобы его разорвать нужно убирать избегание выдерживать выдерживать паническую атаку у меня есть ролик со стаканом я показывал как бы воду наливал и потом водиться стекало с края стаканчика вот а что происходит смотрите сама паническая атака это химический процесс это химический процесс который очень похож похож при физической хорошей нагрузке если вы сравните что происходит у вас в теле при панической атаке и если мы проедем быстро на велосипеде либо в ускоренном темпе пробегим то симптоматика у нас будет очень похоже у нас будет биться сердце мы будем там дышать как бы симптоматика будет очень похоже но здесь как бы нас гонит страх и страх этот он он как бы захватывает да немножко я неправильно сказал не бьется сердце там ты вообще ничего не видишь это это потом извиняюсь вот это неверно неверно наверное вам информацию дал при панической атаке у тебя ты вообще как бы ничего не контролируешь у тебя просто идет дикий страх у тебя животный страх что в тебе сейчас будет все почему мы только можем работать с поведением сейчас я объясню потому что при панической атаке при панической атаке отключается вот префронтальная кора головного мозга включается лимбическая система это система рефлексорная и поэтому многие ой на панической атаке там то то на реальной панической атаке человек не может подумать от слова совсем совсем ты вообще ни про что не можешь думать тебя вонит страх все и поэтому что делаем не делаем избегание когда мы даем дойти панической атаке до своего предела она у нее будут обязательно предел тебя вонит вверх потом будет падение сработает вегетатика вегетативно-нервная система у тебя будет откат оно пойдет на низ на примеры стакана с водой там очень образно хорошо показывают и что происходит когда вы выдержали паническую атаку не избежали ее мы получаем опыт мы фиксируем мозг фиксирует то есть вам нужно обратить внимание что вы не умерли с вами ничего не случилось вот это называется опыт мозг фиксирует и значит в памяти у него это остается у нас в мозгу мы обозначили зафиксировали с нами ничего не случилось все мы запомнили это не смертельно этот опыт остается в мозгу и значит дальше постепенно следующие вот эти накаты панические атаки они начнут гаснуть потому что нам уже не будет так страшно потому что мы пройдя первую паническую атаку получили опыт что это не смертельно самое страшное самое страшное я вас всех понимаю самое страшное это выдержать первую паническую атаку потому что у тебя нету опыта и там реально тебя так гонит и кажется вот вот и ты умрешь вот все тебе будет поэтому самое страшное это сделать первый шаг это выдержать первую паническую атаку да и тогда ты получаешь опыт и постепенно следующие панические атаки они уже будут у вас гаснуть они будут у вас гаснуть то есть они будут смотрите как происходить вот давайте представим что наша паническая атака нас вводит до потолка и потом сливается обратно так вот уровень потолка который я показываю то есть вот вот максимальная наша паническая атака, он начнет потом понижаться, то есть вот представьте, что мы этот потолок опустим чуть-чуть ниже, вот будет доходить вот эта тревога разгонять до такого уровня, она постепенно будет гаснуть, она не будет уже такой яркой и сильной, и вот так постепенно, 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 постепенно этот потолок будет понижаться, понижаться, то есть уже эта волна, она начнет терять свою силу начнет терять свою силу вот дальше мы после панических вот этих атак после панических атак мы выходим на уровень 8-бальной тревоги это как бы такое прелюдия панической атаки у тебя идет волна но она уже слабее она как бы упирается в потолочек до определенного уровня и потом снова спускается но там подключается такой момент интересной тряски я называю тряска иногда включается тебя вот просто колотит тебя просто трясет как осиновый лист но это происходит бесконтрольно вот оно как-то раз тебя запускает и у тебя вот такая трясучка вот тебя полностью трясет 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 трясти может вот меня примерно наверное трясло минут 30-40 потом отпускает потом через какое-то время снова может включиться и что интересно что вот этот процесс процесс он как и паническая атака он происходит и днем и ночью сейчас расскажу про ночные панические атаки ночные панические атаки на тревоге у тебя сон поверхностный ты вроде бы спишь но ты не спишь у тебя вот этот фон он как бы понижен а потом происходит всплеск этого фона панической атаки и тебя вырывается сна тебя просто выбрасывает бах и у тебя сразу страх у тебя сразу страх то что большинство из вас будет делать это будет носиться по квартире либо дому кто где живет вы просто будете вот как веники бегать носиться по этой квартире пока вас немного не приотпустит вот что вы будете делать подавляющее большинство из вас если не знают как работают панические атаки но сейчас информации информации много в ютубе наверное вы уже знаете и вот бегание от этого я уже рассказывал я как-то в себе такой выбрал такой прием не прием я ванну все время мыл я как бы раз чуть-чуть понимал перед паническими атаками чтобы не разбудить своих я сразу бежал в ванну включал свет хватал мочалку и просто начинаешь воду включать начинаешь ее тереть тереть ты на панике трешь трешь потом раз замечаешь тебя предпускать начинают предпускать ты оба все я спасся у тебя мысль сразу ой все не умер спасся и все идешь у тебя после панической атаки может и трясет потрясывает тревожность ну кое-как идешь пытаешься снова там что-то изобразить наподобие сна потому что у человека в этом расстройстве сна нету от слова совсем скажем так вот ты можешь там прикемарить два часа ночи ты не можешь заснуть короче происходит такие вещи конечно как простым словом кто-то говорит ну его нафиг вот поэтому паническая атака будет происходить и ночью будет происходить и днем они кроют и днем их может быть немного но я дошел до такой степени тебя постоянно уже кроют тебя кроют кроют кучу триггеров еще сверху формируется потому что тебя везде кроют вот ты зашел например там в маршрутку тебя там она произошла она крыла ты все привязал к маршрутке зашел в лифте там накрыло привязал это к лифту мозг где тебя кроет мозг запоминает это место как опасное и у тебя начинает формироваться такой момент полной опасности в мозгу что мир опасен у тебя все время а потом уже я дошел до такой степени вот как я рассказывал ты только подумаешь тебя кроет только подумаешь и ты уже сам себя боишься понимаете ты ходишь раз тебя кроет имитация раз тебя вот только подумал кроет вот только подумал кроет 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 это бесконечно это происходит бесконечно бесконечно вот и что и что интересно люди могут вот с этими паническими атаками носиться годами годами и не подумать что они все повторяются и не могут изменить хотя бы свое поведение как бы что-то изменить, то есть вот эта цепочка, она у них строго уже так отлажена вот эти одни и те же действия вся эта процедура она уже налажена, у них на автомате это происходит, и они так вот всю жизнь носятся, поэтому я вам объяснил убрать, не убрать а порвать цепочку выдерживать вот эти наплывы, наплывы, выдерживая наплывы, получаем опыт получаем опыт, мозг фиксирует, что это не опасно атаки начинают гаснуть вот волна идет, все, выдерживаешь не избегаешь, никуда не убегаешь вот так работаешь с паническими атаками атаками потом оно в трясучку будет переходить трясучку тоже терпим потому что поведение формирует убеждение если убежали мозг зафиксировал вот эту ситуацию опасность, снова убежали снова зафиксировал опасность вот это то, что называется триггером то есть вот в этом смысле мы сами себе как бы триггер становишься ты сам себе запускаешь вот эту паническую атаку от мысли вот только перед мыслью ты просто идет воспоминание вот как тебя крыло и тут же сразу мысль запускается это все по кругу и настолько стремительно что ты даже можешь не замечать вот этой цепочке как оно тебя крутит как оно тебя крутит поэтому помним с чего начинаем вы держи вать с вами ничего не будет вот этот страх он просто страх работает на надпочечники надпочечники выбрасывают картизол картизол поэтому через тревогу поэтому вот ну там ты не поймешь на панической атаке там просто все это вот в перемешку спонтанно происходит поэтому не буду вас не буду вас запутывать и загружать ваша задача выдерживать выдерживать с вами ничего не станет все весь химический процесс который в вашем организме происходит это тоже будет идентично тому когда вы делаете физическую нагрузку вот внутренний этот процесс поэтому с вами ничего не случится но вот это предсказание нам кажется что мы умрем вот оно нас очень сильно пугает и поэтому мы делаем избегание чтобы поменять ситуацию нужно выдержать выдержать дальше когда мы уходим уже с панической атаки переживаем их перетерпливаем принимаем все принимаем 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 то бишь так можно стереть наверное да так сейчас эту стираем попробую вам объяснить дальше что происходит дальше мы выходим вот нарисуем такую табличку как бы вот по десятибалльной системе тревогу распределим вот например паническая атака это у нас получается 10 баллов баллов это максимальная тревога 10 баллов паническая атака 10 вот мы их выдерживаем выдерживаем переходим на восьмибальную тревогу опускаем восьмибальная тревога что происходит при восьмибальной тревоге сейчас я буду объяснять при восьмибальной тревоге назовем это прелюдия панической атаки прелюдия при лю ди я ди я или е я прелюдия вот прелюдия так это будет восьмибальная что в этих моментах можно делать трясучка будет трясучка трясучку так напишем трясучка трясучка точно так как и панические атаки будут происходить и ночью и днем меня выкидывала сосна ночью я сидел выходил в зал я уже не бегал я уже понимал панические атаки прошел как это происходит и тебя вот просто выбрасывает сосна и трясти начинает тебя трясет 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 ты вот садишься я садился на диван и смотрел в окно меня кто-то называет трусила я называю трясло у каждого по-разному будут обозначать трясучка так допишу трясучка тебя трясет меня примерно по воспоминаниям трясло на минут 30 40 может 45 но это время оно будет во всех разное поэтому не пугайтесь если если вас будет например трясти там больше 40 минут потому что вы сейчас ага александр 40 минут трясло так вы себе там даже может поставить трястись и на часы смотреть сколько вас там чего трясти должно 40 а если больше всего у вас паника потому что у него было 40 минут а у меня 45 уже трясет может со мной что-то не то поэтому время будет разное запомните разное трясучка она будет и днем она будет и ночью и ночью у меня и днем было помню телевизор включишь тебя трясет ты сядешь и вот смотришь он у тебя фоново стоит а тебя трясет ты на себе сфокусирована вот вот такое происходит так как говорится дай бог памяти вспомнить дальше вот дальше зарождение вот этой панической атаки когда мы проходим оно же все время зарождается только уровень волны уже он начинает понижаться вот этот пик который как про потолки рассказывал он начинает понижаться и это уже наверное может и 7-8 ну вот 7-8 баллов ну скажем от 6 до 8 баллов 8 баллов теория ну ладно не вставим сюда я еще применял такой момент вот когда уже зарождалось и ты мог ты был при как говорится при своем уме при сознании я экспериментировал называл атаковать паническую атаку когда вот у тебя волна зарождается начинает как бы вроде бы разгонять я как бы начинал злиться и кричал давай сильней еще сильней и она начинала сразу бах она как бы стопорилась и потом и потом падала а что происходило паническую атаку разгоняет страх то есть страх он регулирует уровень нашей тревоги чем сильнее страх тем сильнее тревога и чем меньше страх тем меньше тревога вот что происходит и поэтому я знал любая эмоция дарит другую эмоцию то есть когда у меня возникал вот этот момент зарождения тут же у тебя мысль если вспомним старую схему и после мысли эмоция страх так начинает возникать но ты уже осознанно начинаешь злиться ты как бы начинаешь рвать эту цепочку и не давать страху через тревогу раскрутить эту вот этот всплеск вот это я помню я потом практиковал называл атаковать атаковать паническую атаку и вот я потом экспериментировал я как бы начинал злиться и кричать давай сильней и она начинала отступать вот но это уже как бы не паническая атака это уже наверное где-то вот 6-8 баллов в этом районе потому что на 10-бальной как я рассказывал там мозги отключаются а тут ты при своих мозгах уже путем анализа понимаешь как она зарождается как это все вспыхивает и начинаешь действовать такими как бы контрдействиями вот что я делал но на трясучки на трясучки бесполезно бес полезно уже самой тревогой если вот она запустилась с ней бесполезно бороться потому что мы как бы тревогой есть мы и чем ты больше с ней борешься особенно это уже когда попадаешь тревога от тревоги вот там я пробовал все время бороться с тревогой но чем больше я боролся я больше вымакался но это будет другая история сейчас мы про эти баллические атаки вот и когда когда перетерпливаем мы вот эти трясучки трясучки понижаем вот это все понижаем уровень вот там мы тогда уже человек попадает в депрессию почему сначала мы жили на страхе нас гнал вверх вот этот вот этот скажем так страх то есть страх у нас был страх на первом месте на первом месте и получается как бы депрессия депрессия ну это при долговременном при долговременном нахождении точно так депрессия депрессия так депрессия у тебя здесь нормально вопросов уже пошли потом ответим потом ответим депрессия всегда если мы долго находимся в тревоге в панических атаках то страх это как бы как вам сказать у страха за спиной стоит депрессия но она пока прячется от нас потому что мы сфокусированы вот на этом что происходит на на своем эмоциональном таком сильнейшем перевозбуждении то есть вот в этом стрессовом состоянии сильнейшем вот но может быть обратное как у меня было я долгое время находился и я уже свалился там панические атаки оно все в куче оно все и я уже просто вышел на депрессию все то есть у меня вышла депрессия на первое место остальное все как-то отошло потому что даже если ты не понимаешь что с этим делать все равно как бы на подсознании вы даже этого не понимаете оно с вами повторяется повторяется и все равно от какой-то части у вас страх уменьшается потому что все равно вы где-то там фиксируется что оно все повторяется но ты не умираешь и ничего с тобой как бы не происходит поэтому все равно немножко будет гаснуть но там это долговременный такой период ты можешь там годами как я там годами и бегал спортом занимался я все убегал от этих панических атак это годами длится и понемножку вот эта трансформация потом когда потом потом появляются вот эти агрофобии там и все и начинает как снежный ком идти оно может развиваться в разных направлениях где-то кто-то может дрейфовать в этом то есть в панических атаках вот они иногда происходят человек вот как-то монотонно я как-то вкручивался но все равно долгие годы я уже вот эту цепочку так хорошо не помнишь потому что уже 10 лет прошло поверхностно помнишь как вкручиваясь а вот уже тонкости тонкости да как-то не помнишь но я помню дошел до хромической боли потом у меня постоянно мозг потом сфокусировался на пояснице и у меня был такой момент круглосуточной хронической поясничной боли боль ну вот так сегодня в принципе про панические атаки и прелюдия вот этой максимальной тревоги 8-ми бальной я вам объяснил как с ней работать как с ней работать больше там без вариантов да вы можете пить таблетки вот эти транквилизаторы чтобы избивать эту тревожность там антидепрессанты вот но это я рассказываю потому что я выходил без препаратов и как работать ну вообще в целом как это работает и как убирать вот этот страх именно проживая проходя вот эти панические атаки так так ну вот так сейчас попробуем ответить на вопросы так обязательно подписывайтесь скажи чтобы подписать когда подписываетесь проверяйте проверяйте свою подписку потому что youtube может с первого раза не подписывать поэтому нажали потом проверили так сейчас слава как нам с первого сообщения сейчас буду отвечать на вопросы на вопросы там про панические атаки да задавали люди вопросы но их надо будет ответить так так панические атаки ответил вот так подожди ну давай уберу эту мышку чуть-чуть мытани назад рассказывай слушай как я понимаю сначала мысли тревожны а потом сам превращаешься в сплошную тревогу да ты начинаешь потом потом вот панические атаки точно как и мысли ты начинаешься при панических атаках бояться сам себя потому что ты их уже сам автоматически запускаешь точно так и человек начинает бояться своих мыслей когда он замечает что они на него действуют и он не знает что с ними делать ты начинаешь бояться своей головы ты начинаешь бояться своих мыслей у тебя возникает такой момент страх страх перед мыслями и что люди делают они как правило пытаются либо эти мысли не думать либо от этих мыслей убегать у меня был такой момент мозг вот мысль появляется а у тебя мозг убегает реально только он убегает от этих мыслей на каком-то этапе я когда тренировал мозг работая с этими мыслями помню был такой момент убегания потом блокировка мыслей я блокировал мысли Я всю вот эту радость, которая присутствует в тревожно-депрессивном расстройстве, я вот всю эту радость, всю ее испытал, понимаете, вот все эти прекрасы, в скобках, в переносном смысле, я все вот эти радости испытал. Так, у меня после панических атак несколько дней плохое самочувствие, кружится голова и шатает. Смотрите, паническая атака, паническая атака, оно получается, у тебя как бы, ну как сказать, много забирает силы, много энергии. Поэтому наш организм устроен так, что сначала идет ситуация, где мы отдаем много энергии и силы, а потом организму нужно восстановиться, и поэтому происходит вот такое состояние слабости. Вот, у вас, видите, еще подкруживается голова, как бы такой момент самовосстановления, самовосстановления. Ну, конечно, там привязано давление, оно тоже участвует в этих всех действиях, потому что при панической атаке у нас же давление проигрывает. Опасность, нужно кислород нашему, оно вот здесь у нас и погнало, это давление подымается. Почему люди тоже зависают на измерении давления, ты начинаешь его постоянно мерять, когда находишься в тревожном расстройстве. И вот ты меряешь, смотришь, у тебя там цифры там 180 на 120, пульс 120, либо 200 там на 140, на 130, и пульс 130, мало ли ты этого пугаешься, потому что у нас в мозгу убеждение, что высокое давление это опасно для жизни. Потому что про это все врачи говорят, и у нас сформировано там убеждение, и то, что выше, например, там 140 на 100, либо там 130 на 90, опасно для жизни. Поэтому как только ты эти цифры видишь, то эти цифры не соответствуют твоему убеждению в мозгу, и тут же мгновенно происходит реакция нашего мозга, мы пугаемся этого, а этим еще больше поднимаем, как бы не больше, а раскручиваем вот эту тревогу. Но если бы человеку объяснили, что это психическое давление, то есть наше психологическое давление, это сравни давлению, которое происходит при физической нагрузке. То есть если бы мы с вами пробежали, например, 100 метровку, как бы на скорость, и нам померили давление, то у нас примерно было бы такое давление. Откуда я это знаю? Потому что меня садили на велосипед, когда я с кардионеврозом носился, меня садили на велосипед, и я, и как бы я вот эти, начинал педали крутить, они мне скорости переключали, и мне догнали давление 220, вот насколько я не помню. Я дошел до четвертого уровня, там некая шкала была шестиуровневая, и мне написали в заключении высокая толерантность к физическим нагрузкам. Хотя уже в то время, я, наверное, лет шесть находился вот в этом тревожно-депрессивном расстройстве. Сначала оно тревожное, а потом становится тревожно-депрессивное. Вот в этом тревожном расстройстве, и я думал, у меня там уже и с сердцем проблемы, и то, и другое, и пятое, и десятое. Но, когда в больнице вот я сдал такой тест на велосипеде, то оказалось, что я здоров физически, как бык. Я уже где-то это рассказывал. А как себя вести, если при панической атаке поднимается давление? Смотрите, при панической атаке поднимается давление. Вот это то, что я вам сейчас рассказал, Виктория, надеюсь, вы поняли. Это сродни нашей физической нагрузке мы, как бы, получаем вот такие виртуальные спортсмены. Виртуальные спортсмены. Понимаете, у меня была такая интересная ситуация, вот когда я в этом расстройстве находился. Мне жена, наверное, вызывала скорую помощь, может, пару раз, может, раза два-три. И что интересно, вот я меряю давление, у меня оно там 180-190, там 120-30, вот пульс этот 120. Вызываем скорую, скорая приезжает, меряет мне давление. У меня давление 120 на 80, они на меня смотрят, смотрят же, мне говорят, ему говорят, в больничку надо. Ну вот, в психиатрию. Вот только они уезжают, вот они только уезжают, минут пять проходят. А мы же нервотики, ему давление-то меряем каждых 15 минут. Вот этот аппарат-манжет одеваю, нажимаю кнопку, все, вот сама ситуация, вот она уже триггерная, понимаете. Потому что, как только ты взял этот аппарат, у тебя уже возникает мысль, что сейчас у тебя будет большое давление, потому что в твоем мозгу остался этот опыт. И ты уже, у тебя начинает возрастать тревога. И вот, чем ближе эти цифры бегут в этом электронном аппаратике, тем сильнее и сильнее у тебя увеличивается тревога. И как только он эти цифры фиксирует, у тебя уже там 200 на сколько-то, и у тебя уже реально там чуть ли не паническая атака происходит. Вот как только эти цифры зафиксировать, реально паническая атака практически происходит. Поэтому, поэтому, самый попрощий вариант, вот вам это понять, что с вами происходит, чтобы убирать, уже отчасти немного убирать страх. Второй момент, это отдать этот аппарат кому-нибудь. Кому-нибудь сродни, чтобы у вас его в квартире не было. Потому что этот аппарат будет для вас триггером. Но я, я что сделал? Это была для меня триггерная ситуация. У меня уже, я понимал, я, по-моему, уже занимался, начал КПТ, и я понимал, что я не умру. Ну, вся вот эта физиология, вот эти процессы, которые у меня происходят в организме, я понимал, что они сродни физической нагрузке. Но мозг-то помнит, что это опасно. И я, блин, вот ты меришь, у тебя снова вот эта волна, и снова волна, и снова волна. И что я сделал? Я как-то раз включил этот аппарат, померил, у меня эта волна как бы гонит. Я как бы лег на кровать и думаю, ай, умру так умру, хер с ним. И я заметил, бац, оба меня попускать начали. То бишь, такой момент я пошел на принятие, как бы, что будет, то будет. И я заметил, что меня оба, и сразу же, практически сразу стал отпускать. Вот что произошло. Вот как я проходил именно с этим аппаратом, потому что он для меня триггер был. И потом я вот так снова, 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 и вот так этот, как бы, триггер затерел с мерением вот этого давления. Но, но, посоветовать, как бы, в случае вашем, это осознать это и убрать этот аппарат вообще, вот, как бы, ну, если убрать этот аппарат вообще, чтобы он вам искушение не вызывал, постоянно перемерять давление. Ну, все правильно, вот все правильно, поднимается давление. Вот эту схему, как она работает, я уже объяснял, почему у нас поднимается давление. Потому что нам нужно, это такой момент, организм готовится. Вот сейчас будет у нас физическая нагрузка, у нас опасность, там, например, на нас кто-то нападает. И мы становимся в такое вот боевое телесное состояние. А значит, что? А значит, нашим органам нужно увеличить поставку кислорода. А поставка кислорода идет за счет чего? За счет увеличения давления, быстрее идет, как бы, прокачка, чтобы больше поставлять кислорода. И поэтому у нас увеличивается, увеличивается вот это давление. Вот почему оно у нас происходит при панических вот этих атаках и тревогах, почему у нас повышается давление. И еще расскажу вам один момент, что люди, страдающими вот этими тревожными расстройствами, паническими атаками, они не умирают от сердечного приступа, либо не происходит у них инсульт. Сейчас объясню почему. Потому что поднятие давления, вот этот процесс давления, он подразумевает под собой, под собой, сосуды наши ширяются, расширяются, ширяются, расширяются, понимаете? Они постоянно у нас тренируются, а за счет вот этого сжатия расширения, сжатия расширения, есть такой момент, получается, как бы, один из компонентов, эластичность они получают. Почему спортсмены, кто занимается спортом, меньше вот у людей проблем именно с сердечно-сосудистой системой? Потому что у них то же самое происходит, сжимается, разжимается, сжимается, разжимается. Вот это то же самое происходит у нас на вот этих панических атаках. Но вы можете сказать, но я знаю случай, вот была у человека паническая атака, и он умер. Так, да, такое может быть. Отвечаю на вопрос, на этот вопрос. Это человек, который, например, скажем, в возрасте, у него есть проблемы сердечно-сосудистой системой, у него там уже там какие-то бляшки. И он никогда вот, почему даже простой, ну, обычный человек, когда сильно разволновался, вот его там сердце, например, прихватывает, понимаете? И то есть происходит вот это сжатие, разжатие сосудов, давление резкое на панической атаке идет, и у него просто бляшку сбивает, и вот поэтому он получает инфаркт-инсульт. Вот. Но это у человека, когда у него не было вот этих систематических процессов, которые происходят у человека постоянно на древоге. А у кого происходит это постоянно, они тренированные, понимаете? Вот. Как у спортсмена. Вот почему вы можете найти такой материал, что там человек там скончался от панической атаки. Это как уже если там в каком-то очень глубоко старом возрасте у нас там есть проблемы именно сердечно-сосудистой системой, тогда такое может быть. А так, по всему миру, ВОЗ, Всемирная Организация Здравоохранения не зафиксировала ни одного случая, чтобы человек от панической атаки умер. Ни одного случая не было зарегистрировано. Точно так и ни одного случая не было зарегистрировано, чтобы человек от навязчивых мыслей сошел с ума. То же самое. Ни одного человека. Так. А что делать, если в магазине резко накрывает? И приходит ощущение, как будто сейчас потеряешь сознание. И подкашиваются ноги. Если у вас происходит это в магазине, Это уже такой вопрос. Вы, вот, сейчас зачитаю, буду отвечать. Подскажите, а что делать, если в магазине резко накрывает? И приходит ощущение, как будто сейчас потеряешь сознание и подкашиваются ноги. И слабость. Очень сильная. Как себя вести? Смотрите. Чтобы упасть. Я думаю, вы не упадете. Но да, оно происходит. У тебя они даже вот ноги, как бы, тремор такой идет. Вот ощущение, что ты вот еле-еле на ногах стоишь. И поэтому, если при возможности, ну, присесть, как бы, тяжеловато, прислониться к чему-то тоже тяжеловато будет в магазине. Правильно? Вот, если есть вариант, это как бы прислониться, либо присесть. Ну, а смотрите, смотрите, с магазина не убегать. Потерпели немного. Вот вы потерпели, есть возможность, просто выйдите. Потому что у вас будет перенапряжение сильное, вы выйдете. Ну, а вот эту цикличность вы повторяете снова и снова, периодически. Заходите и выдерживаете вот это состояние в магазине. И запоминаете. Вас вот начинает происходить вот эта симптоматика. У вас еще, я думаю, у вас будет появляться мысли. Страх, Виктория. У вас страх. Мысли будут появляться. Что сейчас все, вот мне будет все. Вот здесь задача, если будут появляться мысли, отделяться от них, оспаривать. Понимаете? И выдерживать ситуацию. Оно все равно, в конце концов, оно отпустит. Это вот сродни, как я рисовал панической атаки. Оно всегда идет вверх, потом идет на низ. Но что делает человек? Человек, человек начинает подкручивать, у него включается такой мыслительный процесс, как катастрофизация. Он начинает себя подкручивать вот именно вот этим мыслительным процессом. Как бы ты начинаешь пугаться и запугивать себя мыслительно. Первый момент. Убирайте свой вторичный страх. Вот вторичный страх одновременно с мыслительной подкруткой, если она у вас появляется. Понимаете? И потом, вот вы выдерживаете, 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 вас попустит. Вы обращаете на это внимание, что вот оно дошло, а потом все равно через время вас отпустило. Что с вами ничего не произошло. И вот так для вас магазин это получается триггер. Это триггер называется. И триггер, он как бы убирается страх именно боистя пса и дикпсу. То есть ты идешь в этот страх, выдерживаешь его, потом выходишь. Потом через какое-то время снова повторяешь вот это поведение. Почему выходишь? Потому что там, да, идут сильные страхи, тебя просто вот выхолощивает. Ты после этой стрессовой ситуации, ты можешь быть, у меня были такие моменты, ты вот как ватный становишься. Вот у тебя просто нету сил от слова вообще. Вот такое может быть. Поэтому делаешь там какое-то время передышку, например, на следующий день снова идешь посещать вот этот магазин. Снова проводишь вот эту экспозицию, вот поведенческую выдерживаешь и выходишь снова. И вот так постепенно-постепенно потом у вас вот этот страх, соответственно, будет уменьшаться страх и будет падать тревога. И будет падать тревога. И вот так постепенно-постепенно-постепенно проходишь вот эти триггерные места, где у тебя происходят либо панические атаки, либо вот эти всплески тревоги. Вот это головокружение, если вы делали, конечно, это при том условии, что вы все прошли обследование и вам сказали, что у вас ваша физиология здоровая. То бишь, что вы все логически абсолютно здоровы, а это просто идут вот эти психические нарушения. И вот так, убирая страх, выдерживая ситуацию, вот это и называется осознанность. Ты идешь туда, понимая, для чего ты идешь, понимая, что с тобой происходит и понимая, что тебе нужно делать в этой ситуации. Вот тогда, вот это, когда ты идешь осознанно, вот тогда это все начинает работать. Вот это все тогда начинает работать. И постепенно-постепенно будет понижаться тревожность. Соответственно, будет понижаться тревожность.